Добрый вечер! Добрый вечер! Несколько интересных фактов о наших сегодняшних игроках. Родился в Конотопе, вырос в заповеднике в республике Мариэл. Потом переехал в Сочи, встретил армян, а там прям до камеди прямая дорожка, конечно. На сцене с шести лет, с пятнадцати с микрофоном, с двадцати пяти перед живыми людьми. Звезда сериала «Полицейские срублёвки», актёр и шоумен Роман Попов. Родился в селе Бакчар Томской области. Там же, в детском саду, ему набили первые татухи. По собственному признанию, был бабушкиным любимчиком. До сих пор любит играть в лото на деньги и знает все песни Людмилы Зыгиной. Чуть было не поступил на хореографическое отделение, но в последний момент отказался надевать обтягивающий трико, и его не взяли. Я бы сделал так же, за шквар. Звезда стендапа на ТНТ, Стас Старовойтов. Послушайте, вы телевизионный дружественный дуэт или в жизни тоже? Мы, по большому счёту, телевизионный. Так. Приятельствующий дуэт, но и в жизни. Вы помните, как вы познакомились? Съёмки это были или что-то? Стас, может быть, или сказал, боже мой, кто такой стройный. Либо корпорат это был какой-то, нет, в Сочи? Это было позже. Позже было, значит, до этого. Мы с тобой познакомились где-нибудь на проверочных вечеринках шоу стендап, а потом, да, у нас был совместный корпорат, где Стас гениально совершил... Расскажите-ка про совместный корпорат. А я не менее гениально это всё вёл. А, ты вёл корпорат? Ты был ведущий, а ты выступающий. Как тебе выступать со стендапом на корпоративах вообще? Вообще это отвратительно. Абсолютно. Я не умею, я не могу. Я иногда задаюсь вопросом, вот зачем я там этим людям? Дали бы просто деньги. Ну, в принципе, тот же самый эффект. Эффект тот же самый, да. Все бы сэкономили время. Да, просто, ну, типа, братан, на... Давай, ты постой, мы поедим. Давай. Да-да-да. Какие-то есть специальные приёмы, как раскачать народ на корпоративе стендапом? Вообще есть специальные приёмы, как убить людей на корпоративе стендапом? Это ко мне, пожалуйста. Это я могу. А как раскачать? Нету. У меня нету. То есть всё, вышел, и там дальше смотрим, что с этим произойдёт. Ром. Мне кажется, в жанре стендап на корпоративах достойный, может быть, только сторителлинг. Рассказ баек, да? Байк-шоу. Когда ждут. О, ты ж этот, с СТС, нет, с... Сам, сам. А ты отреместичный, ты же этот тигр на заставке. Расскажи, что я тебе. Парни, давайте начинать. Вы в хорошем расположении духа. В общем, да. Ну, шикарно. Тогда эти аплодисменты ваши. Погнали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прямо сейчас я дарю вам один миллион рублей. Он ваш, я поздравляю, забирайте. Забирайте эти условные цифры на экране, которые никогда не станут вашими. Потому что теперь я буду забирать у вас денежки обратно. Забирать буду не просто так, а только за неправильные ответы. Они, поверьте мне, будут. Прямо вот в первом раунде будут. И за каждый неправильный ответ я заберу 100 тысяч рублей. Если всё понятно и нет вопросов... Давайте проигрывать. Первый раунд. Начинаем. Первый раунд называется «Вопрос для друга». В нём игроки будут выбирать вопросы друг для друга. Один выбирает вопрос, а второй на него отвечает. Цена каждой ошибки 100 тысяч рублей. А это, между прочим, стоимость моего авторского курса «Как не ошибиться и сохранить 100 тысяч рублей». Господа, кому-то придётся отвернуться, а кто-то выберет категорию для своего товарища. Сейчас посмотрим, получится ли отвернуться или нет. А давай, а проверим наше кресло. Отворачивается первый Роман Попон. Рома. Опа! Опа! Смотри-ка! Работает. Поехал. Подождите, ещё неизвестно, сможет ли она повернуться обратно. Итак, выбираем категории для Ромы. Лайфхаки, могучий случай, упс. Давай выберем лайфхаки. Почему не могучий случай и не упс? И не упс. Я просто частенько слышу от Ромы всякие словечки. Такие вот. Лайфхаки. Упс. Могучий случай, упс. Вот это всё. Принвизиты из-за словечки. Ну, это всё гринж. Лайфхаки, я думаю, что давайте выберём. Всё равно я не понимаю, что там может быть по этому. Ну, какие-то лайфхаки, советы по жизни, какие-то... Я просто могучий случай меня больше интересует. Но выберем лайфхаки. Хорошо. Если бы ты выбирал себе, ты бы выбрал могучий случай. Упс. Ладно. Могучий случай мне остаётся. Ура. Лайфхаки. Ром, поворачивайся, пожалуйста. Итак, Ром. Если бы из этих категорий ты выбирал сам для себя, что бы ты выбрал? Могучий случай, упс. Я бы выбирал между лайфхаками и упс. Вот надо было упс выбирать. Там был очень хороший вопрос. С каким звуком открывается ситро? Но лайфхаки. Играет только Роман Попов. Внимание. 100 тысяч на кону. Поехали. В Саудовской Аравии ежегодно проводится конкурс красоты верблю. В 2018 году 12 гламурных верблюжьих красоток сняли с конкурса с формулировкой за нарушение строгих правил красоты. Дело в том, что их владельцы решили взять пример с людей и воспользовались чем? Ну, либо макияж, либо купальники. Вряд ли надевали на верблюда в паранжу, поэтому я думаю, что макияж. Реснички покрасили? Ну да, дубки. Выразительные глаза. Какая верблюжа. Снимите ее с конкурса. Боже, как... И 12 подруг, пожалуйста. Какой размер горбов. Я все-таки разрываюсь между двумя ответами. Макияж или купальники. Ну, остановимся на макияже. Супер. Тем более, время вышло. Ответ макияж принимается. Внимание на экран. Правильно или нет? Нет. Жаль. Ладно, а что такое? Почему строгое правило нарушения красоты, если подкрасили? Ну, мне кажется, натуральная красота ценится больше. Да, именно. Молодец какой. Натуральная красота ценится больше. Разве подкрашенные губки, это еще не натуральная красота? Уже нет. Это подкрашенная натуральная красота. Так? Хорошо. А как, насколько далеко можно пойти по пути фейковой красоты? Дальше. Следующий этап. О, извините, пожалуйста. Стас, восьмой е. Силиконовые горбы, может, сделали. Горбы. Или силиконовые губы. Силиконовые губы ближе. Силиконовые горбы, это ты так, про себя подумал, да? Внимание, правильный ответ. Ботокс. Ботокс. А они воспользовались ботоксом. Минус сто тысяч, я очень рад. Отворачивается у нас теперь Стас. А Ромов дает для него категорию. Ром, ну, если честно, я бы все отдал, чтобы посмотреть на верблюда в купальне. Силиконовыми горбами. Как далеко меня может завести моя фантазия. Итак, категории. Поехали. Советский Союз. Про любовь. Про деньги. Про что больше, Стас? Про советскую любовь за деньги? Не знаю. В Советском Союзе не было ни того, ни другого вообще. Откуда? Давайте про любовь. Давайте. Давайте про любовь. Как романтик. О, я напоминаю. У меня здесь есть кнопка спуска воздуха в зале. Я ее нажимаю иногда, что... Итак, Стас, поворачивайся к нам. Типа, Стас сам может это сделать. Ты бы выбрал про деньги или про Советский Союз? Я бы выбрал про Советский Союз. Почему? Много воспоминаний или исторический подкован? Вроде и много воспоминаний, да и вообще... Ты какого года рождения? 82-го. Чуть помоложе? Ну, все равно, нормально, успел. 9 лет Советского Союза не остаются бесследно пройдены. 100%. Плюс еще 9 месяцев в маме. Опять же. Внутри советской женщины. Советская беременность это самое бритальное в мире. Итак, про любовь. Играем. 100 тысяч. Погнали. Зоопарк в штате Техас запустил необычную акцию ко дню Святого Валентина. Скармливание тараканов сурикатом. Перед скармливанием пользователи соцсетей могли дать тараканам имена. Чьи их имена? Сурикаты, если кто-то не помнит, это вот такие, которые из норок встают. Своих бывших, я думаю. Знаешь, Малыч, молодец. Просто он не знает. Своих бывших. Имена своих бывших? Ну, типа... Пусть сожрет мою эту Катю. Не ненавижу ее. И мать ее еще пользует. Да-да-да. Нина Николаевна ее тоже. Пожирнее найдите тараканов. Да-да-да. Окей, я... Я бы так сделал. Я не знаю, что там Техас запустил какой-то. Окей. Мне бы принимать этот ответ. Просто посмотри. Это день Святого Валентина. Ничего святого, как бы, в этот праздник. Нет других версий. У меня других нет. Имена своих бывших. Я принимаю эту версию с большим сожалению. Ром, твой вопрос, если честно, был сильно сложнее. Чем вопрос Стаса. Мне очень жалко, что вот так вот все происходит с вами сегодня. Внимание на экран. Очень жалко, потому что я рассчитывал, что 100 тысяч уйдут ко мне. Да, своих бывших. Совершенно верно. Мы продолжаем первый раунд. Теперь вы будете выбирать вопросы друг для друга, глядя не на категории, а сразу на ответы. То есть один игрок выбирает ответ, второй отвечает на соответствующий вопрос. Цена ошибки все та же. 100 тысяч рублей. Стас может отвернуться первым, ты можешь остаться или... Ну давай так же, ну в смысле, теперь я отвернусь. Ок. Давай, тогда ты надеваешь наушники, чтобы не слышать и не понимать, что тут... Обожаю вам музло мясное. Музло поставить жесткое, невероятное, просто... Коррозия металла, бей чертей хочу. Старший любитель, металлисты, все, понятно? Да, мы поставили ему Буланову дальнобойщика. Ром, есть какое-то, не знаю, прозвище обидное, или на что бы Стас точно откликнулся, или есть какая-нибудь у него такая тема, которую бы он не хотел обсуждать. Я никогда, кроме Стаса, Татьяна, не говорю никаких слов в его адрес, кроме... А, есть Станислав Юрьевич. А, да? Ну я воспитанный просто, в отличие от тебя, поэтому... Я, знаешь как, я немножко воспитанный, но немножко не воспитанный. Стассян Юрьевич. Это точно бы повернулся. Работает, все работает. Внимание, правильные ответы. Фальшивые деньги, незнайка на луне, акушерка. Акушерка. Очень вкусное слово, да, классно? Акушерка. Но фальшивые деньги. Очень вкусная акушерка. Вкусное слово? Я бы десерт назвал. Ваша акушерка. О боже, она в глазуре. Акушерка с шампиньонами, пожалуйста. Какой выбираешь вы тоже? Фальшивые деньги. Фальшивые деньги, запомнили и забыли. Потому что Стас поворачивается к нам. Обрадовался ты? Классный трек, кто поет. Моя подборочка, ребята. На самом деле мы Стасу поставили композицию его группы. Он слушал свою музыку, поэтому так радовался. Мы специально это сделали, чтобы хоть кто-то послушал. Так, мы знаем правильный ответ. В студии полная тишина. Ром, тебя касается особенно. Никаких радостных вскриков, никаких огорчений, никаких проявлений эмоций. Все будет засчитано за подсказку. До того момента, как я скажу, я принимаю этот ответ. Вот тогда можешь радоваться, веселиться, кричать. Да, рыдать, порвать на себе куртку, на мотоцикле уехать в сторону Химок. Все, что хочешь. Итак, тишина. Поехали. Чеслов Боярский. Живший в 20 веке инженер и изобретатель. Правда, прославили его не патентной электробритвы или изготовление пластмассы, а творение другого рода. Практически единственный отличительный признак этих творений – несколько лишних волосков на голове Наполеона Бонапарта. Что же он производил? Так, можно я прочитаю еще раз? Не запрещать. Мы в редких случаях выкалываем гостям глаза. Пластмасса творения другого рода. Практически единственный отличительный признак этих творений. Ну, Наполеон Бонапарт же ясен, пенник в 20 веке. Соответственно, он уже был мертв. Производил мертвых империонов. Наполеонов Бонапарта. Производил он, видимо, куклы. Это ответ? Ну, это ответ, да. Хорошо. Я фиксирую этот ответ. Я его принимаю. Можешь радоваться, огорчаться, можешь все что угодно делать. Я домой. Узнаем, правильно или нет. Внимание. Окей. Наполеон Бонапарт, который уже не жил в 20 веке. Где он мог остаться? На монетах. На монетах. Шикарно. Он, видимо, чеканил. Нет, не чеканил. Что он мог делать? Если он нам был монетом. Да, ну монеты как-то очень тупо подделывать монеты. Одно из подсказок является производил. Да, я видел, что оно в кавычках, но я не раскусил. Но на самом деле ты удивительно прав. Итак, внимание на экран. Фальшивые деньги. И, видимо, вот здесь лока, ну, Бонапарта и там какие-нибудь было еще три и все такие. Видишь, какой шикарный ответ. Как хорошо, что он после. Спасибо тебе. Едем дальше. Забирай свои фальшивые деньги. Да. Забирай свои деньги, которые нарисованы просто на экране. Ром. Какого? До свидания. Наушники надевай. Честно, Боярский. Принцип ты понял? Он великолепный. Ты снимаешь наушники, изображаешь хоть что-то. Я получаю 100 тысяч рублей. Все счастливы. Песни Стаса через не хочу. Нет, нет, у тебя не будут песни Стаса. Окей. Ты как инженер электромеханик. Электроэнергетик. Ой, это еще серьезнее. Как инженер электроэнергетик. Я не закончил, Паш. Неважно. У меня очень простой вопрос. Сколько электричества нужно подавать в кресло, чтобы был повернут Роман? Примерно. Ну, я так полагаю. В киловаттах. Ну, пусть две тысячи. Две тысячи. Две тысячи киловатт? Два киловатта. Две тысячи ватт. Два киловатта. Вот, хорошо. Сейчас. Оп. Видишь? Видал? Видал? Электроэнергетическое комфу. Оп, оп, оп. А, я имел в виду ваты. А, ты киловатт. А, ваты, да. Ну, сколько? Кило, да. Два килограмма ватт. Конечно. Ну, что, в итоге все, распаковали. Какой ватт? Обыкновенно, медицинская, электропроводимая вата. Вата, да. Итак, поехали. Кресло-качалка. Окурок. Беременной. Ну, давай, наверное, беременной. Беременной. Да. Какой, ты думаешь, там будет вопрос? Какой бы вы не хотели видеть вашу женщину? Да. Беременной. Думаешь? Ну, Рома, кстати... Отец, поэтому я из этого... Отец, да, трижды отец. Трижды отец. Молодец. Ну, явно. По-любому, один из вариантов просто будет на любой вопрос... Окей, хорошо. Беременный. Рома, давай к нам. Лицо такое, как бы... Ром, мы все знаем правильный ответ. Играешь ты. Завидую вам. Панды. Очень умные животные, особенно самки. В китайском зоопарке одна панда, чтобы получать больше фруктов, а также жить в помещении с кондиционером, несколько недель притворялась какой? Такой. Знаешь, если не такая, а не такая. Больше фруктов. Кто такие преференции может получать? Помещение с кондиционером. Чтобы ты понимал, даже у меня нет помещения с кондиционером. Извините, фруктов не желает? Этих нет. Но в целом... Три. На ее месте... Два. Один. Беременный. Что это вылетело? Она бы притворялась беременной. Ну, потому что... Не, на самом деле, я бывал в зоопарках. Ты знаешь, что я сын экологов. И для меня не чужда эта тема. Я знаю, в каких условиях содержатся беременные леопардихи. Это большая разница. Типа, вот просто бегают в клетке, а здесь... Отдельный вольер... Наберите ей джакози. С бамбуком. Тем паче, что с пандами, как и с леопардами, не все так... Ответ притворялось? Беременной. Беременной. Да, я думаю, что да. Окей, хорошо. Я принимаю этот ответ. Внимание на экран. Раунд завершен. Днем вы потеряли 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей это вот столько вот, если спросить мою пятилетнюю дочь. Вот прям столько. Чувствую, сегодня мне будет непросто, потому что у меня в гостях мои друзья по цеху. Работают на соседних станках, выпиливают шутехи. Роман Попов, Стас Старовой. Так, ребята, помимо юмора, вам близка тема кино. Рома несколько лет уже снимается. Если честно, полицейский с Рублевки это шедевр. Твой персонаж великолепен. Спасибо. Но я недавно узнал, что и Стас снялся в полнометражном фильме. Расскажи, что за фильм? Это фильм проект Батя, который вышел в феврале с Вдовиченковым. И даже не так, со Старовойтовым и Вдовиченковым. Со Старовойтовым, Вдовиченко, да. С Вадима Михалкова. Короче, ты молодец, понял? В кино пришел человек, трется с Михалковыми уже там вовсю. Да, я через одно рукопожатие с... Сами... С батей. С батей, да. Я приходил на пробы еще там в далеком каком-то 15-м году. Потом проект заморозили, потом разморозили его, меня вернули обратно. Я опять сходил на пробы. Послушай, тогда это точно твоя роль. Прям точно, если... И потом позвонили, говорят, вы утверждены. Я такой... Так и сделал. Хочешь сенсацию? Ребята, сенсация. Сенсация. В нашей студии сейчас произойдет невероятное. Сенсация. Давай, камин-аут, поехали. Я тоже был на пробах на этот фильм, и меня не взяли, а взяли, Стас? Да? Да. Ты претендовал на ту же самую роль? Да. Поздравляю, ты переиграл актера. Посмотрим, что будет всего. Ром, тебе что нравится в кинопроцессе больше всего? Больше всего мне нравятся актерские дубли. Когда режиссер дает возможность актеру прочувствовать персонаж по-своему и играть шире. Ну, как ты понимаешь, с шириной у меня все хорошо, но не все из этого входит в финальный монтаж, но возможность почувствовать себя. Там вот эта вот знаменитая сцена, где Роман в костюме курица, не вошла никуда, да? К сожалению. А я ведь ему шую. Парни, я напоминаю, что после первого раунда 800 тысяч рублей у вас в банке. Второй раунд. Прямо сейчас. Правила. Каждый из вас увидит на экране некую загадку. Загадки будут разные, но обсуждать их друг с другом вы не имеете права. Вы по отдельности подумаете над своими загадками, а потом у вас будет 30 секунд, чтобы соединить ответы и получить название известного фильма или мультфильма. Цена ошибки, как всегда, 100 тысяч. А это, между прочим, стоимость лакированной шкатулки за 20 тысяч рублей, в которой лежит 80 тысяч рублей. Серьезная цена. Господа, разъезжаемся, и сейчас каждый получит свою загадку. Фильмы или мультфильмы мы загадали все очень известные. Я желаю вам удачи. Проиграйте все. Загадки. Время. Съезжаемся. Можно начинать обсуждать. У меня слово «чувство». Чувство. Это фильм «Шестое чувство». У меня «шестерка». Подумайте, поговорите. «Шестерка» – «чувство». «Шестое чувство». «Шестое чувство» подсказывает, что «шестое чувство». Да. Окей, ладно, давайте. Я принимаю. Внимание на экран. Разъезжаемся. А вот сейчас так не получится. Понятно? Потому что я вам загадаю. Инкерпергурейская автодизация. Румынский сериал. Поехали. Время. Убираем загадки. Съезжаемся. Можно обсуждать. Ром, что у тебя? У меня Париж. Париж? Да. Я предполагаю, что Париж. Что-то должно быть с еще одной страной. Ну, Париж, Франция. Возможно, это какой-то... Ирон, вокзал. Парижский вокзал? Нет, нет. Восточный экспресс? Нет, нет, нет. Это сигнал окончания времени. Я думаю, что... Ребята, надо брать либо 30 секунд, либо давайте вашу версию ответа прямо сейчас. А, Белорусский вокзал. Это версия? Да. Это окончательный ответ? Вы даже не обсудили его. Да, я услышал по Париж что-то там, что-то экспресс. Белорусский вокзал, Белорусский вокзал, 100%. Вы уверены? Да. Пусть будет Белорусский вокзал. Если вы даже не хотите пообсуждать, я приму это, мне так еще только лучше. Корейский мультсериал. Белорусский вокзал. Что? Корейский мультсериал про Белорусский вокзал. Я не знаю произведения в кино и... Белорусский вокзал. Окей, я принимаю Белорусский вокзал. Ну, блин, ну чуть-чуть пообсуждать. Но от тебя же многое зависело, Ром. Ну... Ну, изначально же у тебя был Париж. Париж. Как он превратился в вокзал? Париж, молодцы. Как он превратился в вокзал, будет очевидно, когда Стас увидит мой вопрос. Итак, внимание. Откройте-ка. На 40% состоит из лесов Белорусс. Зелёная полоца на её флаге именно это и означает. Куда прибыл герой самого известного фильма конца 19 века? В вокзал он прибыл. В вокзал, прибытие поезда. Да, прибытие поезда. Совершенно верно, блин. Послушайте, пока очень хорошо. Если честно, я не помню, чтобы кто-то брал три вопроса, не израсходовав деньги. Это случается редко. Я надеюсь, что вы именно те, у кого это не получится. Внимание на экраны, разъезжаемся, загадки. Поехали. Итак, загадки. Погнали. Время. Убрали загадки. Поехали навстречу друг другу. Ром, чего тебе? Пока ничего. Прекрасно. Это великолепно. Потому что у тебя та же ситуация, да? Ну, у меня хоть, конечно, что-то есть. Ну, давай. Совесть, к примеру. Что-нибудь скажи. Актёры. 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 Артисты. А никто никуда не спешит, да? Я обожаю эту тюрьму. Она означает сто тысяч. Актёры, артисты. Актёры, артисты. Три, два, один. Время вышло. Тридцать секунд будете брать? Ну, давай. Давай возьмём тридцать секунд. Давайте. Отлично. Что ещё раз у тебя нравится? Какие варианты? У меня либо очки, либо... Развыпедривались на первом этапе, либо... А? Ну, не знаю. Папе. Очки, может быть. Очки, очки. Это как-то соединяется. Ну. Я чувствую, эти тридцать превращаются в сто тридцать. В сто тридцать, да, возможно. Вообще не могу представить, как мы сказали, да? Актёры, артисты. Время. Давайте. Какие версии у вас были? Общие? Никаких. Никаких? Да. Ну, я, по крайней мере, одну услышал. Совесть. А у тебя там что было? Нет, это я так, типа. Ну, хотя бы это. Ну, хоть какое-то слово. Хоть какую-то версию давайте, потому что иначе... Мне предполагается, что актёры. Просто актёр? Нет. Совестливый актёр. Не-не-не-не. Кукловод. Сейчас. Актёр и совесть. Итак, кукловод. Ребят, правильно понимаю, сто тысяч просто списываются и всё. Видимо, да. Да. Хорошо. Списываем сто тысяч. Давайте посмотрим. Сейчас вам будет понятно. Конечно, когда они две, сильно проще. Благодаря им кино гораздо ярче и громче, чем реальность. Благодаря чему, Ром? Эффекты. Эффекты. Шикарно. Выросли из кукол. Так говорят про девочек и про них. Кто вырастает из кукол? Бабочки. Эффект бабочки. Совершенно верно. Покажите. Эффект бабочки. Раунд завершён. И по итогам двух раундов наши игроки потеряли 330 тысяч рублей. А это сумма, которую проспорил бы Дима Билан, если бы не покрасил волосы. Иначе я этот поступок, ну, никак не могу объяснить, честное слово. А прямо сейчас факт на миллион. Нильские крокодилы могут не дышать два часа. Особенно, если рядом подозрительный бегемот без маски. В эпире ТНТ интеллектуальное шоу «Двое на миллион». Сегодня у нас в гостях звезда российского стендапа Стас Старовойтов и один из победителей конкурса «Золотой микрофон» международного фестиваля мастеров праздника «Арт-магистраль-2011» в городе Сочи – Роман Попов. АПЛОДИСМЕНТЫ Вспомнилась от конкурса. Благодаря тебе, да. Да. Я тоже участвовал много в чем. Между прочим, перед вами лучшая модель города Пенза 1998 года. АПЛОДИСМЕНТЫ А ты еще в каких-нибудь конкурсах участвовал? О, да. Да? Великое множество, и все они были вот а-ля. Да? Названы выше, да. Все выиграл? Знаешь, когда первокурсники приходят, творческие концерты, во всех городах, во всех вузах разные названия. У нас почему-то в вузе этот концерт назывался «Желторотый воробей». СМЕХ Так, и как тебя принимали, когда ты пришел с «Желторотым воробьем»? Я в школе-то уже там назвездил с полведра, и, соответственно, пришел уже подготовленным в вуз. И, видимо, вот этот концерт, по большому счету, решил мою судьбу на долгие годы. Я выступил, все заметили. Какой классный мальчишка. Какой красивый желторотый воробей. И уже к концу первого курса я ушел из этого вуза, потому что увлекся клубом веселых находчивых. Так, за моей спиной три вуза. Ни один не закончил. Да ладно. Салютно. Ребята, артист – это призвание. Вот Роман Попов доказывает это. А Стас не ходил ни на какие конкурсы. Слушай, на какие-то студвесны. Но ты же, кстати, чуть не стал танцором. Как получилось, что ты вдруг вильнул в стендап? Ты же в хореографическом. Ну, у меня мама хореограф была. То есть, не то, чтобы это было призвание, это было скорее призвание типа «иди сюда». Стас, у тебя есть призвание. А мама, подожди, хореограф каких танцев? Народная. Народница. Народная. Как классно. И мы жили на Ставрополе. Ты все детство провел в кокошнике. Я провел в сапогах. В сапогах и жировах. Да, потому что мы жили на Ставрополе, и, соответственно, казачий движ. А ты где-то учился в хореографическом? Нет, нет, с шести лет я занимался у мамы, я, собственно, с ней по совместительству жил. И, соответственно, потом мы думали, что я поступлю в Ставропольское хореографическое училище, дабы потом... А почему не поступил? Там приезжал руководитель посмотреть мальчика, знаешь, когда мы жили рядом с городом Ставрополь, в маленьком городе, и там был конкурс местный. И я там вот... Вот это все исполнял. Руководитель сказал, хороший мальчик, техничный, лицо только очень грустное. Короче, не сложилось, да? Ну, в общем, да, планы были ансамбль Ставрополья, но теперь вот я тут. Слушайте, как классно, что в итоге каждый приходит к тому, для чего он создан. Эти аплодисменты вам. Я напоминаю, что в вашем банке 670 тысяч рублей. Впереди третий раунд. Раунд называется «Только факты». В нем игроки должны отгадать имя известного человека по нескольким фактам из его биографии. Сначала на экране появится три бесплатных факта, а затем, если захотите, конечно, вы сможете купить дополнительные за 30 тысяч рублей каждый. Цена ошибки все та же. 100 тысяч. Больше вы можете потерять, только если сделаете ремонт и тут же заведете собаку. Я проверял, я знаю, о чем я говорю. Все можно обсуждать. Командная работа. Итак, три факта. Покажите. Владеет английским, французским, немецким и турецким языками. В 2000 году был пятым, а в 2018 третьим. Дедушка девяти внуков. Вау! В внуке французским, немецким и турецким языками. В 2000 году был пятым, а в 2018 третьим. 2000 год пятый. Да, но это какие-то места, может быть, это Евровидение какое-нибудь. Ты помнишь, что ли? Дедушка девяти внуков, пятый в 2000 году на Евровидении, не думаю. Но вот я проблема, что он в 2008, он третий. Вот это вот больше смущает. Слушай, но он не первый и не второй, значит, это не... Ну, то таком мы подумали, да? Да, подумали. Немецкий, турецкий. Подожди, турецкий языком. Время, господа, версия. Или можно взять... Давайте за 30 тысяч возьмем еще одну подсказку. Давайте. Подождите. Окей. Мы сняли деньги. Факт. Исполнял роль Моцарта и пел в костюме Бэтмена. Пел в костюме Бэтмена, это вот, помнишь, недавно какой-то был прикол. Ты что-то пел в костюме Бэтмена, а что? Блин, йой-йой-йой. Блин, кто-то-то-то-то-то-то-то? Боюсь, что надо выходить на сумму 610. Подожди, не стоит пока, давай подумай. С каждым фактом становится все легче. Исполнял роль Моцарта. Факты помогают очень. Тем более, когда время закончилось, надо давать ответ. Да, давайте. Давайте. Его мама русская, а отец юрист. Ах ты, твою же налево. Это господин Жириновский. Это ответ? Да. Ничего больше брать не будете? Нет. Абсолютно уверен. Ну, стоп. Абсолютно уверен. Хорошо. Ладно, я принимаю ваш ответ Жириновским. Да. Это Владимир Жириновский. Или потом сейчас... Если ты знаешь кого-то другого, то да, это Владимир Жириновский. Ну, если у него 9 внуков, я уверен, там есть. Это Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович Жириновский. Окей, принимается. Внимание на экран. Все предельно понятно, да? В 2000 году был пятым, а в 2018 третьем, это про выборы, исполнял роль Моцарта, спектакль Моцарта и Сальери, и пел в костюме Бэтмена с группой «Отпетые мошенники» на новогоднем огоньке 2004-го. Признаться честно, я просто не думал, что Владимир Вольфович настолько полиглот. Да. Это меня сбило абсолютно. Ну, послушайте, это же Жириновский. Мы никогда не знаем, правда или нет. Никогда не знаем, с кем ругаться придется. Да. По крайней мере, мы знаем, что точно мы можем поругаться с Англией, Францией, Германией и Турцией. Раунд завершен. За три раунда вы потеряли 390 тысяч рублей. Между прочим, за эти деньги можно выкупить авторские права на смех Мигеля навсегда. Впереди четвертый раунд. Блиц. В этом раунде игроки будут вместе отвечать на вопросы Блица. Всего несколько секунд на размышления. Как только игроки дадут неправильный ответ, либо не дадут никакого ответа, такое бывает тоже, запустится счетчик. И из банка начнут списываться деньги. С каждым неверным ответом деньги будут списываться все быстрее и быстрее. Я желаю вам удачи. Спасибо. Но надеюсь на обратное. С каким сосудом нежелательно посещать Тулу? Самовар. Верно. Грубый отказ, сконструированный из пальцев? Фига. Правильно. Нитраурный зал для проводов? Вокзал. Как называют жителей Курска? Курянин. Верно. Всевдоним Мерлин Монро? Бриджиджу. Мерлин Монро. Цветок, состоящий из парашютистов? Одуванчик. Верно. Спасенная невеста комара? Муха-цикатуха. Верно. Сколько женщин в колоде карт? Четыре. Верно. Рогатый зверь, давший название обтягивающим штанам? Лось-лось. Верно. Надпись в кадре? Хитер. Верно. Стоп. Это круто. Блиц завершен. И за четыре раунда наши игроки потеряли 444. Мы специально это делаем. 444 тысячи рублей. И чтобы вы понимали, именно такую зарплату в год получает человек, который сидит под сценой и вот крутит ваше кресло. Годовая сумма. Вы смотрите интеллектуальное шоу «Двое на миллион». После четырех раундов в вашем банке, господа, 556 тысяч рублей. Все эти деньги достанутся тому, кто победит в финальном раунде. Немедленно. Финальный раунд называется «Каждый за себя». В нем игроки сразятся друг с другом. Все ответы в финале представляют собой числа. Чье число будет ближе к правильному, тот и взял вопрос. Кто возьмет больше вопросов, тот и выиграл. На каждый вопрос у вас есть несколько секунд. За это время вы должны успеть записать свой ответ в планшете. Можете их уже доставать. Если вы не запишите ответ в планшете, ответ не засчитывается. Итак, самый большой ролл Филадельфия в России в килограммах. Сколько килограммов набрала Александра Бортич для съемок в фильме «Я худею»? Сколько премий «Грэмми» получила группа «Юту»? Кстати, группа рекордсмен по этим премиям. Сколько миллионов евро заплатил «Ювентус» Реалу за Кристиану Роналду? Какова орбитальная скорость МКС в километрах в час? Сколько в России населенных пунктов с названием «Александровка»? Сколько персонажей убил Шекспир во всех своих произведениях? Ну, не сам, в смысле, написал, что они умерли, но посредством убийства. Сколько миллионов долларов США стоит самая дорогая картина в мире «Спаситель мира» Леонардо да Винчи? Какой был тираж у газеты «Пионерская правда» в 1975 году? Ребята, вы слышите эти аплодисменты? Они означают, что все, вы закончили на сегодня. Давайте разбираться. Итак, самый большой ролл Филадельфия в России в килограммах. Стас, 4 килограмма. Такой вот, да? Рома, 2,5. Такой вот. Стас, ты был ближе 275 килограммов 600 граммов. Ближе я был. Практически в цель, Статья. В Махачкале в 2020 году на ролл ушло 10 килограммов огурцов, 110 сыра, 146 килограммов риса и 9 килограммов лосося, да? Поэтому, знайте, если вам долго доставляют роллы, их несут из Дагестана. Сколько килограммов набрала Александра Бортич для съемок в фильме «Я худею»? Стас, 24. Рома, 12. Стас, ближе. 20 килограммов. Сколько премий Грэмми получила группа Юту, группа рекордсмен по этим премиям? Стас, 12. Рома, 11. 22. Ты ближе. Какова орбитальная скорость МКС в километрах в час? Стас, 786. Как самолетик. Самолетик, да. Рома, 40 километров в час. Скорость, с которой я езжу. Да. Стас, ты был ближе. 27 360 километров. Сколько в России населенных пунктов с названием Александровка? Стас, 568. Прям точное число. Рома, 102. 331 населенный пункт. И ты ближе, Рома. Я? Ты ближе, да. Сколько персонажей убил Шекспир во всех своих произведениях? Стас, 12 персонажей. Рома, 70 персонажей. Ну, на самом деле, ты очень близок. Не дочитал одну книжку, где было еще 4 персонажа. 74 персонажа. Чаще всего 30 раз персонажей закалывали ножом. Еще пятеро обезглавлены. Четверо отравлены. И трое отравлены и заколоты одновременно. Да, были и такие. Сколько миллионов долларов США стоит самая дорогая картина в мире? Спаситель мира Леонардо да Винчи. Стас, 589. Почти как Александровок. Рома, 70 миллионов. Стас, ты был ближе. 450 миллионов долларов. У меня был вариант, у меня 450. В ноябре 2017 года она была продана на аукционе Кристес за 400 миллионов, а 50 миллионов составила комиссия. Собственно говоря, все вместе и считается. Какой тираж был у газеты «Пионерская правда» в 1975 году? Стас, 500 тысяч. «Пионерская правда» 500 тысяч. Но тут есть кто с тобой посоревнуется. 100 тысяч? Просто? Мне кажется, в Пензе только пионеров было. 70 миллионов, которые подписаны были на это. В вопросе же не обязательно рекордная цифра. Но на самом деле 9,5 миллионов экземпляров в 1975 году было у «Пионерской правда». Ты ближе. Кстати, «Пионерская правда» выходит до сих пор. Аплодисменты редакции газеты «Пионерская правда». Уже и пионеров нет, и с правдой напряг. Как бы это ни было удивительно, и сколько бы раз я не тыкал пальцем в эту сторону, выиграл Стас Старовойтов. И он забирает в сегодняшний банк 556 тысяч рублей. Победитель! Ром, по нашей традиции, проигравший должен поздравить победителя, признать его интеллектуальное превосходство и пообещать, что он будет громче всех ржать на всех его концертах. Пожалуйста. Ты молодцом. Был до того, как пришел сюда. Молодцом. В общем, все. Паша все сказал, а ты прям молодцом. Я до этого ржал на твоих концертах, я и после этого через «не хочу» буду уже до твоих концертов. В целом, молодцы. А сегодняшний выпуск я хотел бы закончить вьетнамской народной мудростью. Если тигр сожрал половину твоего стада, не надо на него обижаться. В конце концов, в начале игры тигр тебе это стадо и подарил. Это было шоу «Двойный миллион». До новых встреч. Пока. Классно, классно. Ромка, спасибо. Поздравления, преклонения. Преклонения и поздравления.